Привет, с вами Назарий, и в этом видео мы поговорим о такой важной вещи, как Bevel с помощью текстур. Почему стоит его использовать, и может быть кто-то о нем не знает, но после этого видео, я думаю, точно узнает и поймет всю его ценность. В какой ситуации его можно использовать? Да, мы понимаем то, что если мы создаем какую-то геометрию, на нее можно накинуть фасочки с помощью Bevel, и в целом картинка станет, точнее объект станет более красивым, сглаженным, и в целом чуть более детализированным, особенно на рендерах это будет заметно, и это сделает вашу картинку лучше. Но что если вы находитесь в такой ситуации, когда у вас попросту нет возможности сделать Bevel, и что это может быть за ситуация, вы у меня спросите. А вот, например, у вас есть какой-то логотип, или может быть не логотип, на котором есть достаточно много деталей, вот как вот здесь вот, и у вас попросту нет возможности здесь применить классический Bevel с помощью изменения геометрии, с помощью модификатора, просто потому что у вас, скажем так, достаточно много точек, и вы не хотите вызывать никаких артефактов, потому что, само собой, если вы сейчас сюда добавить Bevel, добавить там Subdivision, все просто поплывет и полностью изменит свою форму. И, собственно, как выкрутиться из этой ситуации. Конечно, вы можете сказать, что мы, когда делаем, когда мы SVG-шку сюда закидываем, у нас как бы в настройках самой SVG есть настройка с Bevel, но есть такой маленький момент, то что она деформирует именно сам объект. То есть, что я имею в виду, давайте закинем сюда какую-либо SVG, например, вот эту вот, просто быстренько для теста, что я сделаю. Я возьму это все в один объект, сначала соберу, сделаю Extrude, вот такой вот. И, например, я хочу сюда добавить какие-то фаски. У меня есть здесь вкладка Bevel, и, конечно же, я могу ее начать крутить, но, как вы видите, это меняет объект. То есть, для таких вещей, как логотип, это крайне важно, чтобы все вот эти внутренние пространства, они оставались такими, какие они есть изначально, чтобы не было никакого искажения для, собственно, для совой формы. Можно, конечно, поставить какое-то прям супер маленькое значение, но, тем не менее, это все равно изменение основной формы, которую, ну, желательно не менять в таких ситуациях. Вот, и не всегда есть возможность взять и сделать геометрический Bevel. Поэтому, возможно, многие из вас не знали, но есть именно сама нода для текстуры, то есть, точнее, в создании текстур у нас есть нода, которая создает Bevel, и которая влияет именно на конечный результат из вот такого вот прямого плоского вида на вот такой вот детализированный, куда более крутой, в целом приятный и опрятный вариант. Собственно, таким образом, да, она меняет наш объект. И это очень просто. То есть, опять же-таки, смотрим, как это у нас есть просто без фасок, и с добавлением фасок это выглядит куда как лучше, просто потому, что мы видим дополнительные детали, которые делают нашу картинку более богатой. Вообще, что это такое? Смотрите, у нас есть обычный Bevel, то есть, мы просто пишем в поиске здесь Bevel, и он создает такие вот фейковые фаски, которые могут быть у объекта. Сейчас настройки сбились, но как это работает? Смотрите, давайте я вот так вот сделаю, покажу. Как мы видим, никаких фасок физически не создалось. То есть, есть только такая вот иллюзия, и мы можем менять этот радиус на более мелкий, на вот такой вот, или наоборот, его увеличивать там максимально. Но я предпочитаю ставить что-то типа 001, но это, возможно, мало этого. Давайте 007. И вот уже наша картинка стала куда лучше, когда мы видим всю эту дополнительную детализацию. То есть, к примеру, вот есть еще один у меня такой пример для логотипа. То есть, если мы возьмем здесь, выключим этот Bevel, он в целом, ну не сказать, что плохо. То есть, такие логотипы, такие презентации тоже есть. Но если мы хотим добавить фаски, мы добавляем ноду Bevel, и мы можем менять радиус, при этом можем менять сэмпл. То есть, по сути, это те же самые сэмплы, что и при обычном Bevel, которые улучшают качество, собственно, этого сглаживания. Вот, и в целом, как это еще можно использовать? Допустим, у вас есть, например, куб. Давайте вот так вот. То есть, это очень полезно еще при сшивании объектов. У нас есть куб, и давайте создадим еще UV-сферу. Куда-то вот рядышком ее закинем, вот так вот. Давайте что-то типа этого. И теперь я возьму эти два объекта в один с помощью Ctrl-J, загруппирую и накину ту же самую текстуру, которая у нас была изначально. Так, ShadeAutoSmooth. И теперь здесь подключен Bevel. Если мы его отключим, мы видим вот эту вот жесткую вот эту вот границу. Но если мы подключим сам Bevel, добавим больше радиуса, давайте как-то вот так вот, то в некоторых случаях это хорошо работает как такое место, которое, ну, оно избавляет от вот этого вот ощущения стыка жесткого. Поэтому если у вас нет возможности взять это все как-то шить, или вы не хотите тратить на это время, вы можете просто с помощью вот этого текстурного Bevel создать вот эту вот фаску, которая есть на стыке объектов. То есть вот отключаем, видим жесткий такой прям стык, подключаем, добавляем там чуть больше сэмплов, и мы видим то, что это стало более плавным. И таким образом можно взять и там хоть много таких соединений поделать, и все равно вот эти фаски, они остались. То есть для каких-то объектов, которые находятся где-то вдали, оно будет работать прям идеально. Но, конечно, у всего есть свой предел. Белл максимально какие-то вот эти значения, они начинают уже в каком-то месте там работать не так хорошо, поэтому надо находить какую-то золотую середину. Вот. И, как вы видите, нету никаких проблем с тем, чтобы использовать именно такой текстурный Bevel. Мне просто кажется, что далеко не все знают о нем, но, тем не менее, теперь будете знать. И да, я пообещал в целом у себя в Телеграме просто показать, из чего состоит эта сцена, поэтому я просто быстренько пробегусь. Поэтому здесь нет ничего такого. Это обычная HDRI-карта, которая называется вот следующим образом. Я ее нашел на HDRI... Не, на PolyHeaven, да? Сейчас он так называется. Вот ее настройки. То есть ничего такого. И здесь просто два объекта со светом. И сама текстура — это просто банально обычный металлик, у которого включена анизотропная фильтрация. И просто вот нужный поворот я здесь себе нашел. Так что да, если захотите повторить такую сцену, то здесь вообще на самом деле ничего нет. Ну да, в целом это все. Это все, о чем я хотел рассказать, показать пользу вот этого текстурного Bevel, потому что он очень важен, когда мы там работаем с какими-то такими вот SVG-файлами, и он очень полезен. Вот, если вам понравилось это видео, ставьте, собственно, лайк. Если вы хотите меня как-то поддержать, вы можете зайти на Gumroad, купить любую штуку. Они там достаточно дешевые. То есть, ну, любая копеечка, она в целом будет достаточно приятной. Вот, на этом у меня все. Всем спасибо. С вами был Назарий. Обязательно подписывайтесь и пишите комментарии. Всем пока.